Поколение ремастеров и ремейков игр, поехали, каргас! Напишем, нет больше слез. Но от него же идут слезы. Ой, да, переиздание GTA и переиздание Варкрафта, боже мой, боже... Казалось бы, казалось бы, подобные ремастеры сделать же нетрудно, да? Ну, по сути, за тебя уже всё давно сделали, особенно если мы говорим о GTA. Ну, прям за тебя сделали. А ты можешь официально это своровать, и ты даже не будешь вором в данный момент, и... И всё! То есть просто заработай деньги. Единственная задача твоих программистов, это сделать так, чтобы оно не лагало и оно и не было багов. То есть, по сути, заняться нужно только этим. Но умудряются обосраться. Причём речь идёт вообще же не о маленьких компаниях, да, а... Blizzard, Rockstar... Как? Я знаю. Современные геймеры уже не поверят. Ну, когда-то во времена PS3 и Xbox 360... Ох, приятный... Блин, вот Xbox 360 я в своё время просто обдрочил. Очень приятные воспоминания. У меня был прошитый Xbox, естественно. Пиратский, потому что, ну, извините меня, откуда у молодого человека деньги на лицензионные игры. Я помню, как, собственно говоря, скачивал всё это на жёсткий диск, по-моему, насколько я помню. И всё это, в общем, запускал через Xbox. Понимаете, были приятные времена. Приятные времена. Был какой-то шарм в этом. Почему-то вот коробка мне в этом плане запомнилась более лампово, чем, например, та же PlayStation 3, PlayStation 2. Вот PlayStation 1 дарит незабываемые впечатления и незабываемые воспоминания. Но вот дальше PlayStation 2 и PlayStation 3, вы знаете, она как будто бы, вот, может быть, у вас то же самое. Они как будто бы вот исчезли из нашего вот, да, вот такого в основном. То есть как-то пропали. Но если PlayStation 3 ещё более-менее, то вот PlayStation 2, она вообще просто... Ну, она была вот просто, ну, вот кто, кто что может офигенно воспомнить про PlayStation 2? Ну, как бы, на самом деле, много ты и не вспомнишь. Как Плойка 3 ещё более-менее. Вот. А вот Бокс-360 почему-то хорошо зашёл тогда. От разработчики игр разрабатывали игры. Прям новые. Не ремейки и не ремастеры. Ой, блин, это переиздание мафии, я тоже о нём забыл. Боже мой. Да. Ну, а мы, кстати, играли в переиздание, по-моему, было нормально, да? Но баги забавные. Мы, кстати, там багов тоже наловились у гарных. И даже не продолжение. Но в тот момент, когда коробка-крестик начал слишком сильно прижимать чёрную духовочку, компания Sony решила все деньги вложить в последнюю надежду консольного человечества. Эксклюзивы. Обалденно. Божественно. Вот всё, обалденно. У меня первая плойка всё ещё лежит рабочая. Прикольно. Прикольно. Но первая плойка отлично работает на эмуляторе. И там доступно вообще всё. Так что и она, и первая плойка, эмулятор первой плойки запускается даже на пердящем ПК. Поэтому, по сути, в данный момент у всех есть первая плойка с бесконечным запасом игр. Атмосфера не та. Ну... Ну, ребят, ну, знаете, я понимаю, о чём вы говорите. Я понимаю. Это как люди, которые до сих пор играют в NES или, например, в нашу Dendy. Ну, нашу Dendy. Нашу Dendy, вы поняли, о чём я. Вот, это просто расшифровалось, чтобы было понятнее. Может, кто-то не знает, как его. И, типа, они играют в неё, вот, физически. То есть, она прямо у них стоит. Они оставляют картриджи. Вот. Я понимаю их. Но вот с плойкой у меня такого нет. Вы знаете, Sega, Mega Drive и Dendy, она же NES. Мне дико до сих пор нравится дизайн картриджей. Картриджи. Просто вау. Круто. Они красивые. Они яркие. Картиночки. Отсеги. Блин, мне до сих пор нравится. Очень круто. Они круто смотрятся, когда... Прямо ху... Прямо вообще. Мне очень нравится. Ну, вот, например, тут я могу понять. Ещё этот звук, когда ты вставляешь. Да, вот этот вот. А у плойки, она же на дисках. Уже нет такого. Ты вставляешь его и... Ну, немного не то. Типа диск и диск, как бы. Я не знаю. Он, как бы, потерял... Вот носитель потерял этот шарм. Картриджи в этом плане были как-то более охренительными, чем диски. Вот только с выходом PS4 компания... Это я к тому, что я понимаю, когда люди используют физический носитель той же мега-драйв, как бы, и вставляют туда. А вот плойка... Не знаю. Мне бобра поняла, что разрабатывать новые игры невыгодно. Нужно как-то продавать уже разработанные. Желательно по завышенной цене. Ведь разработка игр уже дорожает. И даже оправдание нашлось. PS4, оказывается, не может запустить игры с PS3. И PS5, оказывается, не может запустить игры с PS3. Вообще никто не способен запустить игры с PS3. Кроме пяти человек, создавших эмулятор PS3. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Кстати, вот это вообще парадокс. Я немножко не понимаю логику Sony. У них есть все исходники всего, что не... То есть, ребята из Sony могут сделать через эмулятор на PlayStation, например, 5 запуск игр с PS3. Для них это не проблема. У них есть всё для этого. У них есть исходники. Им не нужно ничего придумывать. У них есть... У них всё есть. Они просто могут сделать это. И всё. Но почему они этого не делают? Я не понимаю. Потому что, я вам скажу честно. Если бы мне сказали... В рекламе у Каргаса вставка с тобой... Ой, Рафлан. Надо посмотреть, да. Если бы мне сказали... Выходит пятая плойка. И вы знаете, что? Пятая плойка умеет запускать игры. PlayStation 1. PlayStation 2. PlayStation 3. Ну, и вы сможете улучшить игры с PlayStation 4 до версии PlayStation 5. Я бы сразу купил. Не раздумывая. Сразу же. В ту секунду, как только бы я тусаю. Всё бы купил. Даже если бы они начали эти игры продавать заново. Например, чтобы поиграть в игры с PlayStation 1, мне нужно их реально купить. Снова. Ну, стоили бы они там намного дешевле. Ну, потому что игры-то уже... Да, я... Это офигенно. Это пипец. Я в плане того, что... Это же нереально круто. Это... Без шуток. Это было бы просто... Это была бы бомба, ребят. Это была бы бомба. Это... Это было бы что-то невероятное. У PS3 архитектура сильно отличается от той, которая в PS4... Отличная сказка! Отличная сказка, братан! Замечательная сказка! Вот только на отличающейся архитектуре есть офигенный эмулятор PlayStation 3. И недавно он начал поддерживать абсолютно все игры с PlayStation 3. И сейчас у него происходит финальная доработка. Потому что не все игры работают плавно. И теперь они дорабатываются, чтобы все работали плавно. Раньше многие из них даже не запускались. Смешно. И с тех пор массово начали появляться такие загадочные твари, как... Ремастеры и ремейки! Спустя год после релиза мы получаем ремастер главного эксклюзива PlayStation The Last of Us. Газос, говнас. Простите, простите. Первая часть нормальная еще. Вторая открытие для меня это Эбби. Уже тысячи раз говорил, но кто бы мог подумать. Всего лишь в два раза дороже, чем версия для PS3. Даже для тех, у кого она куплена на PS3. Ведь это новая игра. Но чем же отличается настолько дорогой ремастер? А этот детектив правильнее вопрос. В игре появилось целых два режима графики и даже добавили... Главное новшество, фоторежим. Сэр, мне кажется, вы... Ну, ёпсики, бля... Ну, хоть выпустили патч на ускоренные загрузки. Спустя семь лет. Единственная радость, что больше эту игру не буду переиздавать. Правда же, Sony. Да-да-да... А потом Sony заявляет, что... Sony хочет выпустить ремейк The Last of Us вместе со второй частью на PS5. Что выпустит ремейк первой части для PS5. Вместе с ремастером второй. Ну, все логично. Не, ну, почему бы и нет? Это была вторая часть. Хуже первой. Вслед за Sony ремастерами начали заниматься и Microsoft. Вот только они как-то неправильно поняли это слово. Мы-то злохов разводим. Какие еще пять игр по цене одной? Вы зачем все коцены в CGI переделали, твари? Кстати говоря, Microsoft внезапно вот интересно следит за развитием их действий в игропроме и связанных с их консолью. Помните, как они обосрались с предыдущим боксом? И потом они вообще кардинально поменяли подход и стратегию с их геймпасом и всем остальным. И всем все нравится. Их лайкают. Им поют дифирамбы. Их вообще просто вау. Ну, просто вау. То есть, реально работа над ошибками. Вы что, еще и мультиплеер сохранили? В каждой части? Я ж тебя в погоне не оставлю, я ж тебя найду. В настоящее время, благодаря качественному подходу к своим фанатам, даже любители азиатского контента переходят на Xbox. Ну да, это он конечно да. Ведь Halo это теперь японский мультик. Ты что, не любишь аниме? Тобе не ебат. А, ну и конечно дико радует, что из-за того, что если что-то есть в геймпасе, что-то есть на Xbox, это будет на ПК. Ну да, ну да. Последовали и более мелкие создатели Fable спустя 10 лет решили... Final Fantasy сразу же анонсировали на ПК. God of War уже через пару недель на ПК выходит. А, как его? Я с другого ору. Они, короче, в EGS выпустили Final Fantasy, но там нашли этот, как его, короче говоря, в коде упоминание Стима. Ну, естественно, она будет в Стиме, но я к тому, что они уже готовятся в Стиме ее запостить. Начали порадовать фанатов настоящим ремейком, для которой вам придется скачать мод на улучшение графики, мод на оригинальную атмосферу, мод на возвращение русской озвучки. Зато новое оружие и броню можете легко купить отдельно. Да. Они пошли дальше, они начали продавать моды. Да. В качестве да. Наш герой и рыбку съел, и на оба стула сел. А вот оптимизацию скачать не получится. Если для запуска оригинала нужно было целых 64 мегабайта видеопамяти, для комфортной игры в ремейкере не повезет, если хватит видюхи на 2 гига. Без запущенных других программ. И браузера. На Линуксе. В мире где у... Эх, вот бы Battlefield оптимизировали. У Sony плойки это системообразующая вещь, у Майков системообразующая вещь от Game Pass, а бокс чисто одно из устройств, на котором можно им пользоваться. Тааааак... И что это значит? Ну, нет, я знаю, что это значит, просто не понял, к чему это. И у всех бюджетных ноутбуков до сих пор... Два ядра, три гига... И для меня это проблема, ведь я, как и любой... Четыре гига... Четыре... Эээ... Четыре гига... Эээ... Шестн... Восемь гигабайт оперативной памяти. Я помню эти рекламы, просто пипец. Геймер. И естественно играя в игры исключ... Да, четыре гига, четыре гига. Иключителя с запущенным браузером. Я называю это... Эксперименты. Как видно, мой игровой ноутбук отлично вытягивает киберпанк и 20 вкладок классической музыки в опере GX. А вот допустим то же самое в Google Chrome. С годами мои запросы росли и встроенного бесплатного VPN мне уже мало. Теперь мой браузер ищет за меня бесплатный и... Блин, VPN же сейчас перезаблокировали, кста. Да, куча VPN вздохла. Игры фильтруют самые выгодные скидки и создают ленту исключительно геймерских новостей в специальной вкладке GX Corner. Для меня уже давно... Весь мир делится на... Садистов и мазохистов. Ограничиваешь потребление ресурсов своему браузеру до минимума благодаря GX Control. Чтобы в играх не лагало. Ты... Садист. Ну кстати говоря, выглядит интересно, да, со стороны? Жёсткий. Пользуйся Google Chrome. Мазохист. Покупаешь второй монитор для браузера. Мазохист. Включаешь... Блин, ну лень переезжать, конечно. Да, лень переезжать. Лень переезжать. Функцию окна поверх других окон с помощью GX Player. Садист. Устанавливаешь плеер и заходишь на сайты. Мазохист. Ведь боковой панели оперы уже встроены все существующие музыкальные сервисы, мессенджеры, дискорд и твич с наконец-то рабочими уведомлениями. Да, 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 чат. Давайте... А кто в чате? Кто в чате оказался? Ищите себя, чат. Ищите, ищите себя, ищите себя. Я там есть, вижу зебру. Но больше всего меня привлёк дизайн опера GX. Он тёмный. Как мой мужчина. И настраивать его можно под любые предпочтения. Возможно... Там, кстати, можно полностью всё перенести с хром нажатием одной кнопки. Ааа... Но для всех остальных православных геймеров переход на Опер GX окажется максимально комфортным. Все вкладки, закладки, история и даже расширения переносятся автоматически из любого вашего бывшего браузера. Ну и про мобильную версию браузера не забываем. И всё это по ссылке в описании. Вообще, ПК оказался привлекательной платформой для переизданий. Особенно для маленькой инди-компании Юбисофт. Так как Assassin's Creed Liberation на PS Vita работал в разрешении 360 пикселей. За скромную... Тысячу рублей. Начали продавать HD-версию. В смысле... 720 пикселей. А спустя 5 лет выпустили ещё и ремастер, назвав его Full HD. А после, не иначе как силами господнями, был создан лучший в мире ремастер Assassin's Creed 3. Всего лишь за 7 лет графика стала в 2 раза хуже. Это реально смешно. Как? И зачем? Дальность прорисовки невероятно уменьшилась. Стелс стал ещё интерактивнее, ведь персонаж научился свистеть. Нам обещали добавить что-то новое. И добавили костюмы и новые бесплатные баги. Благодаря современным технологиям лица... В оригинале реально лучше выглядит, я в шоке. Стали более гладкими. Буду называть тебя гадя. А снег острым. При этом системные требования выросли всего лишь 15 раз. Просто как? Как они это делают? И это печально. Ведь изначально по слитам альфа футажам, это должен был быть полноценный ремейк с новой боевой системой, графикой и освещением. Но к сожалению у бедных разработчиков не хватило денег. Бомыш. Джеймс бомыш. Бедные юбисоф в принципе настолько нуждаются в деньгах, что готовы продавать свои старые. И иные практически на развес. Ремастер полудополнения для третьей части отдают за жалкие 2000 рублей. DLC про черного ассасина под видом настоящей игры вообще за. Кафеер. А килограмм ремастеров отборного яйца аудитории всего лишь за трешку. Фактически цена булки черного. Сплошные раритеты по доступным ценам. Ух сука. Ты меня не видел. Вообще главное правило ремастеров клуба юбисофт. Никогда не сравнивай графику. Бесплатных модов не существует. Покупай наши игры только в юплей. Юплей работает. Юплей работает. Уже в 2015 компания с одним порадовала сразу тремя почти новыми играми. Без предупреждения даже не объявив скидки нам вываливают целый ремастер бога войны 3. С уникальными 60 кадрами и фулл хд прямо в лицо. Типа подбородку и на... В принципе это все. Обидно за людей которым пришлось это покупать во второй раз за полную стоимость. А после видеть как в очередной раз Sony отдают игру в PS Plus. Которая и так уже у всех была. Дважды. И судя по всему фанаты Uncharted тоже будут покупать старые игры каждый раз сначала. По максимально выгодной цене. Мало того что Nathan Drake Collection сложно назвать даже ремастером. Оказывается игра для PS Vita это уже не дрейк коллекция. Курлик, курлик. Ааа вы хотели купить только четвертую часть. Больше это так не работает. Но для вас доступно уникальное предложение за 2 900 и 3 600 для PS5. Из двух игр которые отдельно стоили в два раза дешевле. Ахахахаха. Спасибо. Но имея дело с PS иногда ты даже не понимаешь что покупаешь ремейк. Ведь зачем вообще хотя бы где-то говорить. Не ну главное когда я покупаю консоль я экономлю. Потому что эти тупые ПКшники им нужно обновлять видеокарту там. Им нужно вообще. Вот. Я покупаю чтобы ну экономить. И не лагает ничего главное. Мне вообще не нужно запариваться. У меня всегда не лагает. В какой бы игре я не был. 4 Ratchet & Clank это не продолжение и не новая игра. А рандомный набор сюжета из прошлых игр. Звозьи тут у нас из 3. Да чат. Эти части истории из первой. А локации сразу со всех. И это не проблема. Но когда дело дошло до оригинального продолжения. Максимум на что хватило студию. Это создать сильную независимую фурийную белку-летягу. Будет на что вздрачной. В 2016 году в гонку создания не новых игр присоединились Activision. Ведь Sony и Bobby Kotick братья навек. И с первым ремастером Modern Warfare все было почти честно. Игру давали абсолютно бесплатно. За предзаказ другой игры. Только на PS4. Но Next Genusik и Капитана Прайса этого определенно стоили. С ремастером второй части поступили более справедливо. И продавали отдельно сразу на старте. Только для PS4. Но не в России. И с вырезанным мультиплеером. Ну как поживает кошка? Она сказала заебись. Но все это время рядом существовало главное геймерское зло. И после выпуска Сыча в 2017 оно окончательно ебанулось. Ты не ешь, ты выбрешь. Теперь больше половины всех выпускаемых игр от Nintendo это ремейки и ремастеры. Под прикрытием совершенно новых игр. Но слушайте, Nintendo, не знаю как ремастеры, они вечно выпускают у них постоянный конвейер из Марио. И еще пары тайтлов, которые они крутят. Зельды? Или еще что-то? Даже если это детские гоночки 2014 года. Вам продадут их минимум за 5000. Что происходит с ванатами Сыча, когда им выпускают реально новую игру, слабонервным лучше не смотреть. Но достойные ремейки были даже у Activision. Спайра, Крэш Бандикут, еще Крэш Бандикут, и еще Крэш Бандикут. А потом эти студии отправили разрабатывать Call of Duty. Но до 2019-го все создавали ремастеры для современных консолей в 30 фпс. В основном японские. В основном Dark Souls. Меня все заебало. Я хочу съебаться домой по Японию. Все изменилось с выходом самого уникального ремейка за всю историю видеоигр. Resident Evil 2. Капкам наплевали на всех своих фанатов и вместо обещанных двух сюжетных историй, выпустили 4. В отличие от других компаний удаляющих эти ваши моды, Капкам только сильнее подстегивала раздеть и опорочить любимых персонажей. Звенящая пошла. А у разработчиков фанатского ремейка компания Вежливо потребовала. Удавляй предмет. После чего наняли их всех себе. По итогу... Ха-ха. Вместо ожидаемого хорошего ремейка мы получили абсолютно новую. Игру года. Эти япон... Да ладно, наняли? Ты совершенно не понимаешь, как работает игровая индустрия. Это таких, как его не любим. Надеюсь, третья часть будет такой же. Мечтаю в одну руку, сри в другую. К продолжению, у фанатов появились воп... Ну, кстати говоря, респект, да? Офигенно. Вспросы. А как это вы так умудрились из оригинала сделать? Тупое говно. Тупого говна. Половину локации вырезали, головоломки тоже. Официальное достижение пройти игру за 2 часа. Дополнительного контента нет. И это за полторы тысячи гривень. Вы что, ебануто? И такую стоимость с капком оправдали наличием отдельного мультиплеера, отсутствующего на старте игры. А вот, кстати... Отдельного мультиплеера? А что там за мультиплеер, мать твою? Нет, я серьезно. Что там за мультиплеер? Но я все равно не вижу никакой проблемы, чтобы не создать к этой игре 10 тысяч голых модов. Ух, кого только тут не встретишь. На удивление, даже эта почти игра продалась в 3,5 миллионов копий. А это значит... Схавают! И уже в 2020 ремейке заменяют, в принципе, все новые игры. При этом... 2,58, что я не понял. Практически все они созданы исключительно ради сверхвыгоды и минимальных затрат. Фанатов Файнл Фэнтези не просто... Кинули, как лохов! А использовали так, что тем еще и понравилось. Это даже не ремейк игры. Это ремейк про лого. Продолжение которого выйдет только на PS5. Проблема даже не в стоимости. Ааа, да ло... Реально? Они реально за эту цену не будут клепать продолжение, ну, которое будет подгружаться? Они его выпустят только на плойке, а это ты просто платишь за... Твою мать! На ПК! Спустя два года! А в подходе с Квеннис к нашему региону! УЧЕ РУССКИЙ С... Но это хотя бы не ремастер Человечка-Паучка! Спустя два года после релиза! За отдельную стоимость! Блять, да мне похуй на тебя, блять! Какая у тебя там тачка, блять, квартиры... Ремастеры от Сони уже вышли на совершенно новый уровень! На разных консолях теперь разные главные герои! Ха-ха-ха! Ты не Питер Паркер! This thing is 300 bucks! А в StarCraft Remastered по факту продают возможность мультиплеера! Ооо, смотри, мы очки купили! И отдельно предлагают купить скин на графику! Blizzard нынче любит продавать старые игры повторно! Ведь купить оригинал с каждым годом сложнее! Blizzard их удаляет! Проблем у Хучей игры за историю видеоигр много! Но, наверное, не лучшая идея была нанимать малазийца, платить им копейки и ограничивать сроки на разработку! Заебала вся работа, пойдемте бухать! А после этого обещать переделать все катсцены и добавить кинематографическую камеру! Наебал! Blizzard много чего обещали! Например, исправить игру! После чего проект закрыли! Я не умер! Не умер! С Диабло 2 они поступили мудрее! Наняли американцев! И все, что было сделано не Blizzard, получилось великолепно! То есть, вообще все! Ну что же сделали Blizzard? Сервера! Тут на днях себе купил Диабло Ресуректит! Ну и как сыграл? You have been disconnected! И повесточку завезли тоже Blizzard! У моей девочки есть одна маленькая штучка! И повесточку завезли тоже! Ну и как сыграл? You have been disconnected! И повесточку... Ну, бля, вы знаете, для мужиковатой бабы, амазонки или еще что-то такое... Ну, я бы как бы ее и приставил! Весточку завезли тоже, блин! Ну, а здесь же нормально! Нет, ну вот, например, Магичка! Смотрите! Ее не стали делать... Эту... Ну, мужиковатой! Blizzard! У моей девочки есть одна маленькая штучка! Член! Член! В 2020 году... Лучше Торчлайт купить, чем Диабло! Но это глупый совет! К сожалению, Торчлайт новая! Я вот не знаю, они ее как сейчас допилили, доработали, непонятно! Меньше всего было вопросов к ремейку Мафия 1! Уже чуть бу... На релизе она была слишком слабая! Сейчас вообще не знаю, как-то их кто-то занимается вообще или нет! Как тебе, мужиковатые женщины? Не в моем вкусе! Не в моем вкусе! Мне вообще посрать! Но не в моем вкусе! То есть я бы с такой женщиной ничего не делал! Мне неприятно! Больше вопросов к ремастеру Мафия 2! Ну, а ремастер Мафия 3... А этот пискосос пусть остается дома! Осталось понять, в каком ремастере больше изменений! В Мафия 3 или не Форс Пит спустя 10 лет! Ну, тут хотя бы персонажи белее! Даже чернокожие! И если в прошлом году из новых игр был Киперпанк... Хотя бы за 300 рублей! Выгодно! В 2021-м на выбор, во что поиграть... Трилогия ремастеров Масс Эффект! Трилогия ремастеров ГТА! Трилогия ремастеров Кризис! Жизнь говно! Но для справедливости над БАС Эффектом хотя бы работали реальные люди! Вот ремастер Ведьмака бы я бы хотел с каким-нибудь сверху новым DLC! И всякими там модами, которые украли, но интегрировали в игру как официальные! С расширением эквипа, монстров и прочее-прочее! Из Nexus Mod! И только над первой частью! Но все три части мы будем продавать только вместе! Так выгоднее! Для нас! Супер-залупер разрешение! Такими вы эти игры еще не видели! Звучит как угроза! Я считаю эту трилогию отличным пополнением... Геймпасс! Наконец-то современные геймеры смогут покрутиться в классическую Космо-РПГ от Байвер! Вообще-то твой член упирается мне в зад! Так что мне отойти? Ни в коем случае! А вот и ремастеры трилогии GTA знают уже все! Вообще сложно игнорировать этот! Хуй! Нет! Отвлекайся! Я засмотрелся на громадный летающий... Йлдык! Что? Чего это? Игру фактически делали даже не люди! А индусы и нейросети, которые... Но я осуждаю это сравнение абсолютно все люди! Даже не знают английский! Двое суток пишу пиздатый код для хуевой цели и уже готов повеситься! Вот совпадение! Я тоже двое суток пишу какую-то хуйню! По итогу системные требования выше, чем у RDR 2! А по количеству небольших проблем... Официально это худший ремастер за историю человечества! Может быть, блядь, кратковременные дожди! Это такой дождь? И асы из Rockstar вообще отлично устроились! Сначала они смеялись над Киперпанком и его разработчиками! А после выхода своей обосранной трилогии заявили, что не ожидали такого результата! Кроме вас, долбоебов! Все знали! И это не говоря уже о банах всех мододелов старых частей! 12 фпс в 20-летней игре на сыче! И абсолютной невозможности вернуть деньги! Нам очень жаль, что у вас проблемы! До свидания! На фоне этого, даже Кризис Ремастер выглядит безупречно в... 24, сука, кадра! Ты действовал наверняка! Там хотя бы не скрывают, что выпустили игры исключительно для сыча! Современные видеокарты еще не способны запустить этот ремастер! Ситуация на данный момент плачевна! Одни игры почему-то достойны ремейка, а другие только ремастера! Новых качественных игр в принципе нет! И остается нам играть только в Скайрим! Скайрим Legendary Edition Скайрим Special Edition Скайрим Anniversary Edition И Скайрим VR с модами! ГОМОНИН! Лайки на следующее видео уже собраны, бра... Ой, ну ладно, на самом деле все очень печально! Все очень печально! Но хорошо, что студии создаются и распадаются каждый день Хорошо, что игры клепаются и плохие, да и хорошие В разных жанрах Игропром так или иначе развивается Я бы сказал, что застой происходит у крупных компаний От которых мы привыкли видеть крупные интересные тайтлы В которые мы играем, потому что мы знакомы с их сериями Но в то же время потихонечку иногда появляются другие компании Средней руки или нет Которые начинают проявлять себя на фоне вот этого застоя То есть их никто не ограничивает И вот они что-то делают, что-то пытаются Удачно, неудачно, но в целом Но в целом поиграть есть во что на самом деле Так что, так что да Ну а то, что делают с нашими любимыми сериями Ну тут уже, ну тут уже ничего не поделать Ну тут уже, ну тут уже не поделать Ну тут уже, ну тут уже не поделать